доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии в четверг меня зовут александр наконечный мы с вами сейчас разберем ключевые события текущего дня и события среды вот у нас вчера был очень насыщенный день но мы сами получили статистику по запасам нефти у нас прошло заседание фомс ну теперь давайте поподробнее все разберем хочется вот акцентировать внимание на нефти я внимательно смотрел за котировками нефти марки бренд и фундаментально произошли следующие события мы сами прекрасно помню что в мексиканском заливе сейчас бушуют ураган сали и сша пришлось сократить добычу сокращение добычи произошло из-за форс-мажорных обстоятельств не потому что так странно решили договорились нет из-за урагана и сокращение добычи в мексиканском заливе оно прошло более чем на 20 процентов это существенное сокращение на плюс ко всему здесь добавилось сокращение запасов нефти запас сократились на 4 3 миллионов баррелей поэтому на выходе статистики мы с вами по нефти увидели такое восходящее ралли бренд в моменте доходил до уровня 42 40 сейчас корректировался торгуется районе 1 41 60 но тем не менее пока остается фактом на этих новостях нефть хорошо выросла очень выгодно здесь позиции занимает саудовская аравия потому что страны продолжают увеличивать свою добычу нефти и стоимость нефти растет у них еще заниженная покупная цена поэтому саудовская аравия здесь несомненно в плюсе какой дальнейший прогноз я также продолжаю вот вчера отказался от позиций по нефти и сегодня также их не рассматриваю потому что считаю что ситуация неопределена то есть такой баланс с одной стороны вынуждено сокращение добычи с другой стороны саудовская аравия которая наращивает и на кто кого перевесит лучше в этом не участвовать лучше немного переждать и когда ситуация будет более прогнозируема уже принимать решение вчера было заседание фомс в 21 00 по москве в целом опять каких-то ключевых вот заявлений которые поспособствовали бы изменению курса на мой взгляд не было почему потому что в первую очередь заявление по инфляции на мы с вами это прекрасно знаем что инфляция сейчас на уровне двух процентов опять было заявление что плюс минус два процента может повышаться может понижаться мы за этим особо следить не будем решение по процентной ставки процентная ставка осталась неизменная вчера даже об этом не говорил потому что это было настолько очевидная новость что процентную ставку до 2023 года она так и будет находиться в районе нуля это решили это заявление фомс было и поэтому в целом вот каких-то важности эта новость нанесет также было был прогноз по развитию экономики да вот в развитии как будет динамично увеличиваться ввп ввп будет по прогнозам по припы по предыдущим прогнозам не будет идти она будет ниже и за счет этого это как раз как сказывать за счет коронавируса да вот сейчас развитие экономики сша будет напрямую зависит корона вируса ситуацию мы сами сейчас знаем какая количество заболевших опять увеличивается уже начинается вторая или третья волна но вакцину говорят что появится во втором полугодии 2021 года да хотя мы ждали в октябре посмотрим как только появится вакцина в целом это позитивная новость для экономики сша потому что это сейчас действительно ключевой момент отсюда и вытекает новый пакет поддержки экономики на котором в целом пока никакой информации также нет вот это ключевые нами события которые были на свидании фомс на этом фоне доллар укрепился но мы с вами тоже знаем также вот ключевые события сегодняшнего дня в первую очередь 12 но и по москве это выход инфляции в еврозоне прогноз назначение 0 2 процента на мой взгляд она никак не изменится и также останется уровень 0 2 процент новость важная но очень прогнозируемое скорее всего ничего не поменяется в 14 номер решения по процентной ставки великобритании также но очень прогнозируемая скорее всего процентная ставка с очень высокой долей вероятности останется на прежнем уровне там будет параллельно заявление по монетарной политики на также на на ул на прежних уровнях с очень мало вероятно что что-то изменится в 15-30 число новых заявок на получение пособия по безработицы в сша ну учитывая что коронавирус прогрессирует скорее всего к счастью будет расти будет расти пока опять не половине появится вакцина но новостей по вакцине вот из заседания фомс был прогноз во вторых второй полугодии 2021 года вот это такие ключевые фундаментальные события если смотреть на рынок с точки зрения технического анализа то евро долларов сейчас находится на отметке 1 1760 мы с вами прогнозируем на отметке 119 1 1950 поэтому также каких-то глобальных решений сейчас думаю принимать не стоит я также раз рассматриваю позиции на покупку значит находится около достаточно сильного уровня до 1170 мы на сами очень много ранее про него говорили поэтому смотрим как будет развиваться события и также будем искать возможность покупки по более выгодной цене уже сейчас вот ну на этом в целом все с вами был александр наконечный успешной вам торговли